Женя Бракович и Светлана Петрячук получили вчера по 6 лет каждая. По такой статье «Оправдание терроризма» есть ли у них какие-то шансы выйти по УДО, получить хоть какие-то послабления с учетом наличия, например, детей, или они будут сидеть, как говорили когда-то про Алексея Навального, пока не сдохнет Путин? Все зависит от того, что будет дальше. С одной стороны, этот режим кажется очень крепким, очень устойчивым, но мы уже проходили такое с Советским Союзом, мы уже это проходили, и то, что сейчас кажется незыблемым, может сломаться через год или через два года, и тогда, конечно, вообще вся жизнь пойдет по-другому, в том числе и жизни, прежде всего жизни Жени Берковича и Светланы Петрячук. Если все будет идти так, как идет, то, конечно, никакого УДО они не получат. Я уже тоже видела в провластных каналах «Ахахах», они уже через два года получат право на УДО, но, во-первых, не через два, а через три с половиной, потому что это особо тяжкая статья. Во-вторых, никакого УДО они не получат, если пойдет все так, как это идет. В-третьих, не то чтобы там наличие детей или престарелой бабушки, 90-летней, что это сердце тронет, конечно, нет. Это вообще невиновные люди, это совершенно невиновные люди. И, конечно, я думаю, что это так, наверное, очень банально говорить, что это новый этап нашей жизни, потому что слишком часто мы это говорим. Но это правда, это новый этап нашей жизни. Просто этот этап, он уступает очень часто. Это ступеньки, ведущие в ад. И эту ступеньку мы вчера прошли. Это ступенька. И вот сейчас уже рядом с этой ступенькой образуются новые нелепые дела. Вот сейчас арестовали Алексея Соколова, я бы сказала, неизвестного, а знаменитого, уральского правозащитника. Очень хороший человек. Очень хорошего, очень эффективного человека. И его арестовали, так как до сих пор еще никого не арестовали. То есть у нас все время что-то новое, вот такое ужасное. Когда арестовали Женю Берковичу, Светлана Петричок, это было неслыханно и невиданно. И вот сейчас арест Соколова, это уже неслыханно и невиданно, потому что он первый, пока единственный человек, который арестован за демонстрацию символики Фейсбука. То есть на самом деле арестован за ссылку на Фейсбук в Телеграм-канале 2021 года. Когда еще и Фейсбук не был признан нежелательной организацией. И когда все это было можно, он был сначала подвергнут административному взысканию осенью прошлого года, а теперь он арестован. Теперь уголовка не потому, что он совершил повторное нарушение, а потому что у него еще старые ссылочки на Фейсбук. И это арест. И это арест. И понятно совершенно за что? За то, что он годами боролся, и очень эффективно боролся, с преступлениями, которые совершались и совершаются в Свердловском ГУФСИН. И он успел перед арестом передать видео, совершенно чудовищное видео, из одной из Свердловских колоний, это К-10. Между прочим, образовывая показательная колония, на которой на этих кадрах очень хорошо видно, как 5 человек в синей форме ГУФСИНовской и 4 человека в форме спецназа ВСИН, итого 9 человек. В общем, там происходят какие-то совершенно страшные вещи. Перед ними стоит молодой человек, молодой заключенный, обычный заключенный. У него есть небольшая борода, обычная прическа. И его раздевают до трусов, дальше он не раздевается. Видимо, он отказывается снимать трусы, как это положено делать в ОВСИН. Например, перед выдворением в карцер или в ШИЗО снять трусы, наклониться, раздвинуть ягодицы на камеру, чтобы проверили, нет ли там чего. В общем, это на камеру делать, конечно, невозможно. И на него набрасываются пятером люди, в общем, с оружием. Что-то происходит на полу. Причем он никак не сопротивляется. Он не делает никаких движений, жестов. И он молчит. На него набрасываются куча мала. И дальше он встает. Через некоторое время мы видим, что он без трусов. И что у него обрита голова, избрита борода. Все. Кувсин сказал, что он оказывал сопротивление. Сопротивление чему? Бритью. Насколько я знаю, то же самое происходит сейчас во многих СИЗО и колониях. Это вот такая борьба с терроризмом. Посадка Евгения Беркович и Светланы Петричук и бритье наголо всех подряд в тюрьмах СИЗО. Это такая борьба с терроризмом. И посадка правозащитника, известного уральского правозащитника Алексея Соколова, который на самом деле спасал, я думаю, еще и спасет очень многие человеческие жизни. Но Алексей Соколов неоднократно подвергался уголовному преследованию, потому что он мужик-то упертый очень. И он очень много лет занимается на Урале правозащитой. Это дело опасное. И я вот думаю, что время-то изменилось. Время изменилось. И если раньше он платил за это, за свою упертость, за свою приверженность принципам правозащиты, если он раньше платил годами тюрьмы, то, я думаю, теперь его жизнь по-настоящему в опасности. Я думаю, теперь в Уфсинской церемонии не будут и просто убьют. Что-то можно сделать? Говорите об этом. Говорите об этом. Вы знаете, у нас все-таки по-прежнему есть еще шанс спасти Владимира Карамурзу. Я надеюсь, что сегодня к нему допустят адвокатов. Я напомню, что он сейчас в тюремной больнице. И я напомню, что у него очень тяжелое заболевание. И это заболевание входит в перечень, утвержденным правительством списком. Вот этот список входит в болезни. Очень немного этих болезней, по которым нельзя отбывать наказание в тюремных условиях, не говоря уже об едином помещении камерного типа или о ШИЗО. И, в общем, речь идет, конечно, о жизни и смерти Владимира Карамурзы. Сейчас пока есть возможность его спасти, потому что пока сейчас он живой. И не может быть речи о том, чтобы он смог досидеть свой срок. Нет, он его не досидит. Он его не досидит, потому что это такая болезнь. И здесь, на самом деле, люди доброй воли, политики разных стран тоже могут в это дело вмешаться. По-прежнему может идти речь об обмене. И мы не смогли спасти Алексея Навального. Мы и весь мир не смог спасти Алексея Навального. Можно спасти Владимира Карамурзу. Можно спасти еще многих. Надо спасать. Субтитры подогнал «Симон»